Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. И вот некоторые события Республики. В Карачаево-Черкесии с 1 июня на 10% увеличен размер прожиточного минимума. Республика вошла в список регионов с самыми здоровыми детьми школьного возраста за прошлый год. Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширяет серию открыток о российских регионах. И в рамках Дней культуры Адыгеи и Карачаево-Черкесии в Черкесии состоится концерт эстрадного ансамбля «Оштен». Далее подробно. Премьер-министр Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провел заседание правительства региона, на котором рассмотрено 13 вопросов. Члены правительства приняли проект постановления об итогах исполнения республиканского бюджета за первый квартал этого года. По словам министра финансов Республики Вадима Камышана, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, объем доходов увеличился на более чем 101%. Участники заседания приняли и проект постановления, устанавливающий величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Карачаево-Черкесии на 2022 год. Итак, величина прожиточного минимума в республике на душу населения 12 667 рублей, для трудоспособного населения 13 806 рублей, пенсионеров 10 893 рубля и для детей 13 201 рубль. Правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами, то есть без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 миллионов рублей, для остальных регионов 6 миллионов. Карачаево-Черкесия вошла в список регионов с самыми здоровыми детьми школьного возраста за прошлые годы. В России детям в зависимости от их состояния присваивается та или иная группа здоровья. Всего их 5. Наиболее здоровыми считаются первая и вторая группы. Самая высокая доля детей первой и второй группы здоровья отмечается в Магаданской области. Здесь почти 96%, Республики Тыва 92% и Карачаево-Черкесии более 91,5%. Следом за ними идут Адыгея и Чечня. Такие данные приводит Министерство здравоохранения России за прошлый год касательно учащихся общеобразовательных организаций. В среднем по России дети с первой и второй группами здоровья составляют около 83,5% от общего количества учащихся школ. Большинство учащихся школ в стране имеют вторую группу здоровья. Это более 8 миллионов. И первая группа присвоена около 4 миллионам детей, а третья 2 миллионам. В четвертую и пятую группы попали 85 тысяч и 269 тысяч школьников соответственно. А теперь об изменениях, которые произойдут в этом месяце. Пенсии, мрот и прожиточный минимум уже выросли с 1 июня на 10%. Вырастут также детские пособия, декретные и больничные. Этот месяц последний, когда можно обратиться в банк за возвратом удержанных выплат. Если деньги удержали в счет кредита, их вернут в течение недели. Выпускники школ старше 18 лет смогут получать пенсию по потере кормильца до 1 сентября текущего года, когда закончили обучение. При продолжении очного обучения ее будут выплачивать до 23 лет. Лекарства для лечения заболеваний из утвержденного перечня можно будет использовать для детей, даже если в инструкции нет детской дозировки. Молодежь старше 18 лет сможет проходить лечение в той же медицинской организации до 21 года. Кроме того, с 29 июня для подтверждения личности вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС можно будет указывать номер водительских прав. В этом году День России выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с 11 по 13 июня. За мае сотрудники Центра управления регионом обработали более 170 сообщений, поступивших от жителей Карачаева ЧКС в социальных сетях. Среднее время ответа на обращения граждан через систему Incident Management составило 52 минуты. Наиболее актуальными вопросами по-прежнему были дороги, общественный транспорт, ЖКХ, благоустройство, а также социальное обслуживание и защита. Статистика обращений среди муниципальных образований показала, что больше всего сообщений поступило от жителей Черкеска, почти 70% от общего числа обращений. На втором месте Карачаевск 13% и на третьем, Урубский район, более 5% обращений. Чаще всего жители Карачаева ЧКС обращаются через ВКонтакте и Телеграм. Используется также площадка Одноклассники. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает о том, что ведется регистрация хозяйствующих субъектов, занимающихся производством, использованием и реализацией пестицидов. Информацию комментирует государственный инспектор управления Сергей Аракеля. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора обращает внимание, что после 1 июля 2022 года хозяйствующие субъекты, не прошедшие регистрацию в системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн», не смогут осуществлять деятельность по обороту и применению пестицидов и агрохимикатов. Система «Сатурн» обеспечит учет партий пестицидов и агрохимикатов при их обращении, хранении, перевозке и применении. Управление Россельхознадзора в настоящий момент принимает заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов. С образцами заявлений, а также порядком регистрации в системе можно ознакомиться на официальном сайте управления Россельхознадзора в разделе «Пестициды». Уроженец Узбекистана задержан в Карачаево-Черкесии по подозрению в сбыте поддельных национальных водительских удостоверений, якобы выданных на его родине. Информацию комментирует старший инспектор пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии Казим Байбанов. При содействии инспекторов ГИБДД автомашину, на которой передвигался подозреваемый, остановили. Мужчину задержали. Выяснилось, что он и сам ездил по поддельному водительскому удостоверению, которое ему дистанционно изготовил и переслал по почте неизвестный, связь с которым он осуществлял через мессенджер WhatsApp. В дальнейшем подозреваемый обеспечивал подобными фальшивками стоимостью 18-20 тысяч рублей и своих знакомых, тоже уроженцев ближнего зарубежья. За свои посреднические услуги мужчина оставлял себе по 4 тысячи рублей. При этом клиента вводили в заблуждение, уверяя, что удостоверения настоящие. По данным следствия, таким образом обмануты 11 человек. Все они установлены, поддельные документы изъяты. По линии Интерпола отделом МВД России по Малакарачаевскому району получил ответ о том, что указанным лицам в подразделениях Госавтоинспекции Республики Узбекистан водительские удостоверения не выдавались. В настоящее время отделом МВД России по Малакарачаевскому району возбуждены уголовные дела. Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом расширяет серию открыток о российских регионах. Новый выпуск посвящен направлениям летнего туризма. В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов – Карачаево-Чрикесии, Краснодарского, Приморского и Алтайского краев, Ростовской, Воронежской, Ивановской, Тульской, Нижегородской, Калининградской, Архангельской, Самарской, Челябинской, Владимирской и Псковской областей, а также Республика Алтай, Татарстан, Калмыкия, Дагестан и Кабардино-Балкария. В серию украсили лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Для каждого региона подготовлено по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Например, для Карачаево-Чрикесии, гора Элебрус, главный Кавказский хребет, Шанинский храм, плата Бермамыт и красочные ущелья. Тираж каждого варианта – тысяча экземпляров. Приобрести открытки можно в почтовых отделениях регионов, вошедших в серию, а также в магазине Русского географического общества в Москве. 12-летний житель республики получил награду за героизм. Амин Мамчу спас четырехлетнего тонущего ребенка, за что получил нагрудный знак и символ «Горячее сердце». Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» признана отметить детей и молодежь, которые проявили неравнодушие, совершили героические поступки или преодолели трудные жизненные ситуации. По итогам акции ежегодно издается почетная книга «Горячее сердце». На ее страницах рассказывается историю о поступках награжденных ребят. В 2022 году в почетную книгу вошли истории 141 лауреата, в их числе юный житель Карачаева-Чрикесии Амин Мамчуев. В рамках Дней культуры Адыгеи и Карачаева-Чрикесии 18 июня во Дворце культуры Черкесии состоится концерт эстрадного ансамбля «Штен» Госфилармонии Адыгеи «Живут адыги на земле моей». Художный руководитель Али Хачак начало в 19 часов. Вход свободный по предварительной регистрации. Напомним, что Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаева-Чрикесия в этом году празднуют столетие со дня образования. Радио России. Карачаева-Чрикесия. Погода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Таковы наиболее заметные события Республики новостной блог провела Редонирова.